Приветствую вас! Как мне кажется, вы не до конца определились с тем, чего вы хотите. Вы не до конца определились с тем, что вам нужно. Вы не до конца определились с тем, куда вы будете двигаться дальше. Потому что, с одной стороны, вы говорите, что хотите показать ему, что вы изменили, с другой стороны, хотите отпустить. Я вроде не хочу его отпустить, пишите вы, понимаете, что так будет лучше, лучше кому, но, заменяя его отношение ко мне и чувству, хочется вернуть его. То есть, понимаете, вы хотите вернуть не его, а скорее его отношение к себе. И его отношение к вам, его отношение к вам, это своего рода то, как вы себя чувствуете, то, как вы себя ощущаете в момент, когда вы с ним. Поэтому, ситуация складывается так, что вам нужно увидеть здесь свои желания. Вам нужно прочувствовать свои желания, вам нужно именно ощутить их и, значит, самостоятельно их реализовывать, самостоятельно их удовлетворять. Это будет вполне себе справедливо в данном случае, в данной ситуации. Что это значит? Вы говорите о том, что вы скромная, вы говорите о том, что у вас в семье нет примера идеальных отношений. Тут я, правда, замечу, что идеальных отношений нет нигде, вот. И самый главный момент, это то, что вы скромно, что вы стесняетесь, что вы тяжело привыкаете к другим людям. Вы тяжело привыкаете к ним, вы тяжело привыкаете к новому человеку в своей жизни. Это означает, что вам тяжело доверять и сближаться, тяжело раскрываться. В свою очередь, это означает, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть, что и определяет то, как вы себя ведете. Поэтому начинать здесь нужно с того, чтобы воспринимать себя по-другому. Начинать нужно с того, чтобы принимать себя такой, какая вы есть. И более, скажем так, легко относиться к людям, с которыми вы взаимодействуете, к людям, с которыми вы, значит, ну, с которыми вы вступаете в отношениях. То есть, понимаете, к человеку, к человеку не нужно привыкать. Если вы уверены в себе, если вы чувствуете себя хорошо, если вы вот сами по себе чувствуете себя нормально, да, вот, то проблем никаких не будет с взаимодействием с людьми, с людьми на самом деле. Далее. Отпустить молодого человека вы сможете только в том случае, если проведете вот эту работу, работу над собой. Это первое. И второе. Вы говорите, что я хотел бы показать ему, что изменилось. Хочется вернуть его. Покажите, что изменились. Общайтесь с ним. Общайтесь. Раскрывайтесь перед ним. И так далее. То есть, только так можно показать, что вы стали другой. Вот. Но психологические барьеры, которые у вас имелись, они скорее всего имеются до сих пор, потому что вы говорите о том, что вам нужно привыкать к человеку, а вы этого не любите. То есть, вопрос в том, что вы готовы сделать для изменения ситуации, в каком направлении вы готовы идти. Если вы готовы идти в направлении, допустим, в направлении того, чтобы показать ему, какой вы стали. Это одно. Это, в общем, вполне себе хорошо. То есть, это здорово, если вы будете к этому стремиться. Правда, делать это нужно по большей части для себя, а не для него. То есть, вам нужно делать то, что вы хотите именно для себя. Не для него. Вот. А если вы хотите его отпустить, то это, соответственно, ваше желание. Ваши потребности и то, как вы себя чувствуете, а также зависимость. Зависимость того, как вы себя чувствуете от другого человека. И вот эти аспекты являются, ну, принципиально важными здесь, на мой взгляд. Потому что пока что вы чересчур зависимы от молодого человека, от мужчины. Да, вы с ним... У вас, кроме него, больше никого не было. И это, в общем-то, не есть хорошо. Для вас, по крайней мере. То есть, определитесь с тем, чего вы хотите, да? Именно, именно определитесь с тем, что вам нужно. Вот. И после этого уже можно будет куда подвигаться, можно будет что-то делать. А пока, пока, вы пребываете в неком таком, знаете, распутье. То есть, вот представьте себе, что, допустим, вы показываете мужчине, что вы изменились. Да, вот. Ну, просто представьте себе это. Как вы себя чувствуете? Что вы ощущаете в этот момент? Представьте, что вы просто опустили его и живете дальше. Тоже представьте себе и посмотрите, как вы будете себя чувствовать. Если вы решите показывать ему, что вы изменились, то на это нужно время. Если вы решите отпустить его, на это тоже нужно время. То есть, это не происходит сразу, это не происходит быстро. Тем более, что вы четыре года, как бы от него, да, ну, о нем думаете и хотите его вернуть. То есть, у вас довольно закрытая такая, получается, система, эко-система отношений с людьми. Вот. То есть, вы как будто бы, ну, мало кого впускаете к себе, мало кого впускаете в свое окружение. Вот. Это означает, что окружение, в общем и целом, нужно расширять, чтобы в нем было больше людей. Чтобы вы сами общались с большим кругом, мужчин, людей и так далее. Вот. Вы говорите, что вам, вот, не интересны люди, да, ну, вот. Вы говорите, что вам не интересны мужчины, но не интересны они вам, как я понял только потому, что вы считаете, что нужно привыкать к людям. А если не привыкать, если вот убрать это, ну, убрать вот этот вот момент, как тогда. Если убрать, то все будет нормально в таком случае. Если убрать привыкание, необходимость привыкания, по вашему мнению. То все станет лучше, в том плане, что вы бы тогда охотнее бы сближались с людьми или как. Подумайте об этом и если хотите, то можно принять, привести работу по принятию себя. Это не так сложно на самом деле. Но для начала вам нужно определиться, чего вы хотите, потому что я не вижу, я не вижу, что вы решили, что вам нужно. Я не вижу, что вы решили, что вы хотите. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, соответственно, я бы поработал над вашими комплексами, которые мешают вам раскрываться перед людьми, над вашей защотостью и над тем, что вы вкладываете в понимание заново привыкать к людям. И тогда я думаю, что ситуация исправится и вам полегчает, вам будет гораздо легче. Для этого определите, пожалуйста, что вы в себе не принимаете, что вы считаете в себе плохим, дурным, ненужным. Вот. И чего боитесь? Ну, по возможности и конкретно. Вот. Значит, ну и, соответственно, вот вы говорите, что вы осознали, да, то, что у вас было неадекватное отношение. То есть здесь имеет место уже что? Принижение вас. То есть вы себя принижаете. А это на самом деле не лучшее решение. То есть ваше желание, которое двигали вами, когда вы не показывали свое истинное Я, не доверяли ему и так далее, все это осталось. И его отличие от других людей в том, что он вас принял, ну, в силу, в силу ряда причин принял вас. Понимаете? Вот. И от этого вы не свободны. От того, что вы не свободны, вы не можете вести себя с ним естественно, возможным. И чтобы расположить человека к себе, чтобы показать ему, что вы изменились, нужно действительно измениться. Для этого нужно изменить представление о себе, то есть начать воспринимать себя по-другому и проработать родительские отношения, то есть отделить конструктивное от деструктивного. А значит, и вобрать в себя самое лучшее от родителей. Потому что вы-то выбирали вообще все. А выбирать вообще все, это далеко не самый лучший выход из ситуации. Так что, смотрите, смотрите, если отвечать буквально на ваш вопрос, как отпустить, то отпустить вы его сможете только после того, как увидите свои желания, то есть как вы себя чувствуете с ним, именно с ним, увидите свои желания и сформулируете для себя практику реализации этих желаний самостоятельно. Вот как только вы самостоятельно начнете реализовывать свои желания, молодой человек просто-напросто перестанет быть вам так, ну, так дорог и так нужен. Потому что сейчас вы его воспринимаете только как своего рода инструмент для получения нужных вам эмоций. Я хочу быть с ним пищевый, я хочу его вернуть, потому что помню его отношение ко мне. Ну, нельзя назвать воспоминание о его отношении к вам любовью. Понимаете? Ну, вот нельзя. К сожалению, нельзя. Никак. То есть, это зависит от того, чего вы хотите. для себя. Вот. На этом всё. Я надеюсь, значит, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. assunto 5 20 20 20 Продолжение следует...